Сейчас стали очень модны различные практики осознанности, mindfulness и прочая медитация. Почему такая эпидемия этих методик? Дело в том, что классическая психотерапия предполагает то, что врач-психотерапевт реконструирует внутренний мир другого человека, помогает ему с самим собой разобраться. Но для этого у человека должен быть и временной, и психологический ресурс. Если вы страдаете от цифровой зависимости, если вся ваша жизнь проходит в гаджетах, если вы действительно не испытываете вот этого внутреннего достаточного жизненного драйва, то психотерапевт часто просто готов махнуть рукой и сказать, ну здесь ничего толком не сделать, ну ничего толком не поймет, ну пусть хоть впадет в медитацию, может быть будет полегче. К сожалению, mindfulness говорит о кризисе классической психотерапии, и я из-за этого немножко переживаю. Любой психический феномен имеет свое нейрофизиологическое основание, и медитация не исключение. Мы можем думать, что это какая-то сверхсложная вещь, но на самом деле это эксклюзивная работа одной из базовых нейронных сетей мозга. Всего их три – сеть выявления значимости, центральная исполнительская сеть и дефолт-система мозга, о которой я вам часто рассказываю. Вот за медитацию отвечает активность сеть выявления значимости. Я вам должен сказать, что медитируют лучше всего животные, потому что у них эта сеть работает на полную катушку. А вот нас отвлекают мысли, которые крутятся у нас в голове в дефолт-системе, и только в том случае, если вы можете ее подавить, вы можете активизировать сеть выявления значимости и впадете в медитацию. Ничего хитрого в этом нет. Сознание, осознанность, мышление. Мы так привыкли ставить эти слова одно за другим, но на самом деле речь идет о совершенно разных вещах. И когда вас учат осознанности, вас на самом деле учат воспринимать окружающий мир более объемно. Но одно дело воспринимать окружающий мир, а другое дело думать о нем, строить его модели. Потому что за это вообще отвечает другая часть мозга, дефолт-система мозга. За медитацию отвечает сеть выявления значимости. И если вы хотите учиться думать, то медитация, к сожалению, вам никак не поможет. Она может помочь вам избавиться от умственной жвачки, но решать сложные интеллектуальные задачи медитация вас не научит. Для этого нужны другие механизмы.